Всем привет, друзья, на связи Пятый элемент. Мы на выставке МВЦ в Барселоне в 2019 году. Мы добрались до стенды компании Nubia. И сейчас мы узнаем, почему компания Nubia любит цифру 2. Поехали. В руках у меня смартфон, который называется Nubia X. Его характерная особенность заключается в том, что он имеет сразу два активных сенсорных дисплея. Круто, круто. Давайте немножко о них и поговорим. Основной дисплей на 6,26 дюймов, разрешение Full HD. Если задний экран у нас имеет технологию OLED, то все-таки передний IPS, а энергия. Здесь батарейка на 3800 мАч, и телефончик достаточно кажется тоненьким при всем при этом. И в чем еще заключается суть цифры 2? Потому что здесь у нас сразу два сканера отпечатков пальцев. Спрашиваете, зачем? Ну, видимо, это для того сделано, когда вы работаете с дисплеем дополнительным. Вы могли просто на удобный пальчик себе сделать отпечаток пальцев, чтобы максимально удобно разблокировать дисплей. Передний экран совсем не имеет рамок, за счет чего? Потому что здесь нету фронтальной камеры, соответственно, нет вырезов, нету капелек, нету дырок, ничего, полностью безрамочный дисплей. И рамки, я могу сказать, что достаточно тонкие. Основная камера отдувается как за основную съемку, так и съемку на, скажем, селфи-камеру. То есть вот так я выгляжу на заднем экране, смотрится, офигенно смотрится, я так скажу. Давайте поколупаемся сразу в настройках, есть сетка, более, кто профессионально занимается фотографией, хочет найти золотое сечение. Face Detection, то есть определение лица, можно поставить метку, геометку, звук шаттера, то есть звук затвора. С 19 на 9 сразу съемка может быть, уровень, я так понимаю, съемка по тапу. И улыбка, улыбка-определитель. Давайте... Я заулыбался, сразу сфоткал. Круто. Давайте попробуем что-нибудь более интересно сфоткать и посмотрим, как это получается на самом деле. Вот, кстати, кто-то из ребят уже пофоткал. Итак, заходим в камеру, фокусируемся. Только сейчас давайте отключим смайл-шот. Фокус. Открываем, давайте посмотрим. Ну, так себе, честно говоря, немножко размытенько. Казалось бы, что можно и лучше. Но, скорее всего, это связано с тем, что, конечно же, включен режим Pretty, или значит красота. Как я его люблю, вы все прекрасно знаете. Еще раз фокусируемся. Вот, уже получилось получше. Да, 24 мегапикселя работают, смотрится уже поинтереснее. Да, даже можно почитать по количеству все мои волосы. Касаемо производительности, это достаточно мощная штучка, потому что здесь установлен процессор Snapdragon 845. До некоторого времени самый актуальный процессор от Qualcomm. То есть, достаточно мощный и работать будет хорошо. Кто-то может сказать, что экранчик этот может прийти в негодность, потерять вид. Это отчасти правда, но здесь установлена протекция экрана Gorilla Glass 3 с двух сторон. И там, и там. А еще так небрежно немножко наклеена пленочка по заводу. Но, возможно, уже люди потыкали, посмотрели, поэтому немножко износилось. Из минусов, наверное, то, что здесь у нас нету слота под карточку памяти, но памяти достаточно много. 6 гигабайт оперативной плюс 64 встроенной, 8 плюс 128, 8 плюс 256 и 8 гигабайт оперативки плюс 512. То есть, памяти хватит всем. И быстренько расскажу про спецификации именно самой камеры. Здесь у нас, опять же, двойной модуль. Первый модуль у нас на 16 мегапикселей, светосила 1,8, второй на 24, светосила 1,7. То есть, ночью должен снимать очень хорошо. И плюс есть двойная LED-спышка для более натурального цвета кожи. Еще из ништяков сверху у нас большой-большой инфракрасный порт для управления техникой, микрофон, Type-C разъем, решетка динамика для воспроизведения звука и микрофончик. Сам с виду смартфон достаточно интересный. Если мы его заблокируем, то у нас просто сзади появляются часики. По-моему, смотрится отлично. И, кстати, рыбка эта мне напомнила в времена iPhone 6s. Там были такие лайф-фото, если помните. Ну, как говорят в компании Nubia, второй экран можно использовать для получения большего геймерского опыта, потому что второй экран можно будет использовать как дополнительные кнопочки в играх. Если мы не обращаем внимания на экранчик, то мне он полностью напоминает почему-то Honor 10. Если считаете так же, то поставьте лайк. Вот такой Nubia X.